В эфире программа новости дня в студии Даниил Добрин. Здравствуйте! О главных событиях региона готовы рассказать корреспонденты ОРТ. Спонсор выпуска клиника лазерной хирургии варикоза нет. Это центр лечения варикоза. Применяются только малоинвазивные способы лечения. Процедура длится всего 40 минут, и ваши ноги опять станут здоровыми и красивыми. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. В начале выпуска коротко о главном. Награды героям. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил медали участникам специальной военной операции. Дело банды киллеров. Областной суд вынес приговор. Новый руководитель налоговой службы региона. Денис Смехов приступил к работе 17 января. Минимальное значение за три года. Упал спрос россиян на займы для погашения кредитов. Боксеры открыли сезон. Завершился традиционный турнир по боксу среди юниоров в памяти почетного гражданина Оренбурга Владимира Конюкова. Оренбургцы отмечены государственными наградами и наградами Министерства обороны России. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер вручил медали участникам специальной военной операции. В торжестве приняли участие мои коллеги. Одним из первых награду из рук губернатора получает Данил Егоров. 22-летний парень отправился в зону СВО 24 февраля по контракту. Поставленные задачи удалось выполнить за полгода. В июле он вернулся домой, в Орск. Орден мужества для него как показатель выполненного долга. У нас были разные задачи. Начиная от штурма населенников, много штурмовали населенников. И также по назначению, да, спецназы ГРУ работали в лесопосадках, отрабатывали диверсионные группы противника. Постоянный боевой контакт происходит. Все молодцы, кто там находится. Все настоящие мужчины. Настоящим героем Данила считает и его мама. Она тоже присутствует на вручении. Надежда Егорова рассказывает, что первое время было сложно. Сын редко выходил на связь. Я плакала и говорила, что сыночка, мне очень тяжело. Он говорит, мама, ты только не плачь, ты держись. Ты не представляешь, как мне тяжело. Я говорю, я буду держаться, я верю, я знаю, что ты придешь жив и здоров. Он говорит, мне больше, чтобы эта вера только была. Государственные награды и медали Минобороны России вместе с Данилом принимают еще 8 оренбуржцев. Георгиевским крестом четвертой степени награжден Максим Гаврилов. Во время боевых действий получил контузию. Скромно говорит, за что ему такая награда, не знает. Не знаю, за что-то дали награду. Конечно, страшно было за себя. Конечно, что-то шайная пуля полетит, все. Денис Паслер отмечает, стойкостью и мужеством военнослужащих гордится вся область. Он выразил благодарность и тем, кто продолжает защищать жителей новых регионов России. Каждый из вас участник исторических событий. Настоящий герой, вставший на защиту своей Родины в сложное для нее время. Благодаря таким бойцам, как вы, Россия не раз за свою историю доказала право самостоятельно выбирать свой путь. Право на суверенитет. Губернатор подчеркивает тесная связь с шестью воинскими частями, в которых служат оренбуржцы, поддерживается ежедневно. По запросам командиров подразделений направляют все необходимое – снаряжение, технику, оборудование, медикаменты. Кроме того, только за прошлый год область направила больше одного миллиарда рублей на поддержку мероприятий, связанных с СВО. Еще более 500 миллионов рублей заложено в бюджет на 2023 год. Диана Кузимбаева, Игорь Бероев. Новости дня. Правительство Оренбургской области приняло поправки в порядок получения мер социальной поддержки, предусмотренных для мобилизованных и членов их семей. Теперь необходимые документы можно подать в электронном виде через портал Госуслуг. Отметим, получить выплату в размере 50 тысяч рублей могут оренбуржцы, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, а также добровольцы. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие участие в специальной военной операции. К другим темам. Пожизненный срок и 18 лет лишения свободы. Областной суд вынес обвинительный приговор двум членам банды киллеров. Среди жертв убийц как лица безопределенного места жительства, так и бизнесмены, и даже семилетний ребенок. В материалах дела разбирались Александр Криволапов и Игорь Бероев. Январь 2018 года. Не только оренбуржцев, но и всю страну потрясла жестокая расправа над бизнесменом Черновым и его малолетним ребенком. В мае 2019 года банда с особым цинизмом убивает бизнесмена Бахарева, его жену и водителя. Всего на совести убийца расправа над восемью оренбуржцами. Двое из банды киллеров, согласившиеся на сотрудничество со следствием, уже получили длительные тюремные сроки и отправились в колонию. На 18 января 2023 года вслед за ними отправились и самые активные члены ОПГ Александр Оршлет и Виктор Бертхольц. Последний получил самое строгое наказание, однако кровь на руках всех членов банды. По фактам убийств двух неустановленных мужчин Чернова, Чернова, Бахарева, Бахаревой, Греднева, Седых в виде пожизненного лишения свободы. Роль Бертхольца в совершении данных преступлений была наиболее активна. Он привлекал других участников, новых участников ОПГ, готовил планы, распределял обязанности и лично принимал участие в совершении всех убийств восьми потерпевших. Роль подсудимого Оршлета, тоже активно участников преступной группы, была несколько меньше. Он непосредственно принимал участие в убийстве одного потерпевшего, это лица без определенного неустановленного мужчины. Вот эти два первых убийства, убийства двух неустановленных мужчин, были совершены членами организованной преступной группы из хулиганских побуждений для тренировки. Виктор Бертхольца отбывать свой пожизненный срок будет в колонии особого режима. Ему же по приговору суда придется возместить моральный вред родственникам убитых им людей на общую сумму более 12 миллионов рублей. Александр Оршлет за участие в банде, организации убийств и убийства одного мужчины без определенного места жительства 18 лет проведет в колонии строгого режима. Головорезы слушали свой приговор невозмутимо. Вам содержание вводной результивной части приговора и порядок обжалования понятно? Верховец, вам понятно? Осужденные и сторона государственного обвинения в течение 15 суток с момента получения копии приговора на руки могут обжаловать его в 4-м апелляционном суде. Александр Криволапов, Игорь Бероев, Новости дня. И вновь вернемся к официальной повестке. Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Виктор Бациев представил губернатору Денису Паслеру нового руководителя УФНС по Оренбургской области. Им стал Денис Смехов, приступивший к исполнению своих обязанностей 17 января. Он сменил на посту Кирилла Князева. Приветствую. Рад приветствовать на Оренбургской земле. Денис Паслер отмечает, благодаря слаженной работе сотрудников налоговой службы и ответственному подходу предпринимателей, по итогам 2022 года консолидированный бюджет Оренбуржья по налоговым и неналоговым доходам составил больше 114 миллиардов рублей. Больше, чем в предыдущем. Я надеюсь, что традиции хорошие будут сохранены, новые привиты, да, ну а работа ваша направлена вместе с коллективом, который здесь, безусловно, в Оренбургской области сложился и хорошим. По словам заместителя руководителя ФНС России Виктора Бациева, система работы налоговых органов в Оренбуржье выстроена. Я вижу, что это профессионалы, вижу хорошее качество работы, но опять-таки вот это люди, которые при общении вызывают эмпатию. Губернатор выразил уверенность в том, что новый руководитель налоговой службы Оренбургской области продолжит строить прямой диалог с бизнесом. Отметим, Денис Смехов имеет высшее юридическое и экономическое образование. В органах ФНС работает с 2003 года. С 2018 года возглавлял УФНС по Кировской области. Молока в Оренбуржье станет больше. Новый молочный комплекс открыли в Саракташском районе. Благодаря высокотехнологичному оборудованию производство продукции станет проще и доступнее, а ассортимент шире. Выбор жителей села Кабанкино – местная продукция. Масло сделано из свежих сливок, обилие сыров удивит даже гурмана. Секрет натурального вкуса – фермерское молоко. Теперь его будут производить в еще больших объемах. В СПК «Рассвет» открыли новый молочно-товарный комплекс. Его мощности оценил и губернатор Денис Паслер. Обеспечение области собственной качественной продукции, как с точки зрения молока, так и с точки зрения продуктов переработки. Это продовольственная безопасность, это гарантированное качество продукции, ну и, конечно же, это расширение линейки производственных товаров. Работу такого масштабного производства невозможно представить без современного оборудования. Поставку нового высокотехнологичного доильного зала типа «Карусель» немецкого производства на себя взяла компания «Европейская агротехника Урал». Плюс данной модели в том, что установлены низкие кабинеты удобные, коровам проще становиться на эти места, удобная постановка, ну и, соответственно, меньше стресса для самих животных и для людей, которые обслуживают доение. «Карусель» позволяет доить свыше тысячи голов коров три раза в сутки. С помощью этого механизма возможно автоматизировать процедуру доения, при этом требуется меньшее количество людей, а главное – улучшается качество доения, а значит и конечной продукции. Сырое молоко качественно тогда, когда, во-первых, здоровые животные, во-вторых, когда гигиена доения соблюдается в полном порядке. Для качественного доения нужно качественное доильное оборудование, и чтобы молоко у нас не соприкасалось с руками и со всеми там, с внешней средой от вымени до танка, что тут тоже у нас полностью обеспечено. Работники кооператива «Рассвет» говорят, теперь доение коров станет комфортнее, быстрее и эффективнее, а значит вырастут масштабы производства, и каждый покупатель сможет найти качественный продукт себе по вкусу. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что вы увидите во второй части программы. Не переключайтесь. Минимальное значение за три года. Упал спрос россиян на займы для погашения кредитов. Боксеры открыли сезон. Завершился традиционный турнир по боксу среди юниоров в памяти почетного гражданина Оренбурга Владимира Конюкова. Это новости дня. Мы продолжаем. Спрос россиян на займы для погашения кредитов в прошлом году упал до минимума за три года. По подсчетам аналитиков, доля таких запросов от общего количества составила лишь 6,2%. Согласно данным исследования, в 2022 году среди россиян займы на погашение кредитов перестали быть популярными. На них приходится лишь 6% запросов, в то время как еще в прошлом году показатель составлял 10,5%. В 2020 году около 9%. Специалисты отмечают, минимальный спрос на такой вид займов был зафиксирован в марте и октябре. Около 4% от всего количества займов. По словам аналитиков, подобная динамика обусловлена общим падением объемов кредитования в прошлом году и темпами их восстановления. К уровню 2021 года они не вернулись. Росла ключевая ставка и, как следствие, дорожали кредиты. Банки ужесточали скоринг, то есть систему оценки платежеспособности заемщика и доступность суда для населения снижалась. Еще один фактор уменьшения спроса на займы для выплаты долга банкам – кредитные каникулы. Вместо того, чтобы увеличивать долговую нагрузку, россияне активно пользовались этим механизмом. Ранняя профориентация. В Госдуму внесен законопроект, упрощающий трудоустройство несовершеннолетних. Если он будет принят, то для заключения трудового договора с подростками от 14 лет больше не нужно будет получать согласие органов опеки. Согласно данным портала социологических исследований, большинство россиян к инициативе отнеслось положительно. Каждый второй россиянин поддерживает идею ослабления требований к трудоустройству подростков. По их мнению, дети старше 14 лет уже вполне могут подрабатывать, а бюрократические процедуры – преграда для этого. Чаще всего такой позиции придерживаются россияне старше 45 лет. Против выступила четверть опрошенных. Главный их аргумент – могут возникнуть случаи злоупотребления детским трудом. Еще активнее поддерживают законопроект родителей подростков. Более половины из них убеждены, что разрешение органов опеки излишне – достаточно согласия родителей. Четверть от общего числа родителей рассказали о наличии у их ребенка опыта подработки. Чаще всего дети работают неофициально – промоутерами, курьерами, грузчиками, официантами и продавцами. Однако есть и те, кто работает по договору – в библиотеках или оздоровительных лагерях. А как относится к вопросу трудоустройства подростков-оренбуржцы? Наша съемочная группа вышла на улицы города и выяснила, со скольки лет, по мнению жителей Оренбурга, стоит начинать подрабатывать. Самое интересное мнение в нашем традиционном экспресс-опросе. Я, например, лично с 14 начинал работать, еще на полях, в колхозе. А там уже, как, что называется, здоровье позволят у ребенка. Кто-то и в 11 лет выше, допустим, грубо говоря, меня ростом, а кто-то и в 17 метров с кепкой, ничего не может делать. Ну, думаю, 14-15 лет. Если ребенок заинтересован в том, что он хочет работать, трудиться для себя и помогать родителям, это нормально. С 16 лет. Ну, если будут работать, хотят работать, то будут работать, потому что по-другому-то нельзя никак. Ну, я думаю, что с 16 лет можно уже идти, подрабатывать, я имею в виду, учиться где-то и что-то уже, какую-то профессию осваивать можно. Ну, если требуется, то можно с 14, в принципе. А если, ну, проблем нет у родителей с деньгами, то можно с 18, в принципе. Думаю, что 16. Ну, как подработка с 14. Многие студенты сейчас ищут работу. С 16 лет. С 13 лет. Почему? Потому что в это время у человека начинает складываться мнение о той или другой профессии, и как достается этот хлеб. Поэтому 13-14 лет. С 14 лет можно начать зарабатывать, подрабатывать потихонечку. Вот. Хороший возраст. Как раз нужны деньги. С 16. Потому что мало кто берет сейчас так, как все основные работы с 18, с 20. Человек уже более самостоятельен в 16 лет. Ну, более-менее так. Не знаю. Это дело лично каждого. По результатам опроса 64% респондентов считают, что труду устраиваться можно с 16 лет, потому что это осознанный возраст для старта карьеры. 23% опрошенных уверены, что и в 14 лет уже можно начинать работать, если такое желание есть, ведь никогда не рано знакомиться с профессией. Оставшиеся 13% уверены, что лучше начинать свой трудовой путь только после наступления совершеннолетия и дать время подростку насладиться детством. О спорте. Боксеры открыли сезон. В областном центре завершился традиционный турнир по боксу среди юниоров в памяти почетного гражданина Оренбурга Владимира Конюкова. 27-й по счету межрегиональный турнир памяти Конюкова – это первые крупные состязания наступившего года. Десятки боксеров младшей юниорской группы боролись за звание сильнейших в 11 весовых категориях. На ринге Олимпийского сошлись представители городов нашей, Челябинской областей, Башкортостана и Казахстана. Соревнованиям присвоен класс «Б», что дает победителям право на присвоение звания кандидат в мастера спорта. Турнир, выросший из небольшого окружного, ныне является брендовым и собирает очень качественный состав. Бокс для Оренбуржи – это, конечно, не просто базовый вид спорта, как и многие другие есть базовые, но это тот фундамент, то есть те спортсмены оренбуржские, которые представляют сегодня в сборной России. То есть в этом году 25 человек представляют по различным возрастам в составе сборной России. Это очень большое достижение. Организаторы изначально сформировали пары не по жребию, а так, чтобы друг другу противостояли воспитанники разных школ. Особый интерес побоксировать с казахстанцами, которые, как всегда, привезли сильных перспективных спортсменов. Показателен финал в наилегчайшем весе, где в напряженной борьбе оренбуржец Раимжон Шарипов взял верх над четырехкратным победителем первенства Казахстана Каширбаевым. И получил, помимо позитива, неоценимый опыт в преддверии следующих стартов. Будем отбирать уже команду. Команду, которая дальше ПФО, дальше Динамо, Спартак, Труд. И пошли, пошли. И, соответственно, дальше будет первенство России. Ну, для них, для этого возраста, это июнь месяц. А потом будет чемпионат Европы. Перенство Европы, я уж извиняюсь. Как и ожидалось, хозяева доминировали. Из-за санитарных ограничений не все приглашенные смогли подъехать. И в паре разряда в конкуренции не было. У тяжеловесов и в весе 67 килограммов. Здесь трех участников – казахстанцев. Лучшим стал финалист первенства мира – Мурсал. Во всех остальных категориях победили боксеры Оренбуржья. Ратмир Валиулин уже во второй раз из двух возможных. Тимур Евдокимов поменял прошлогоднее серебро на золото. А лучшим боксером турнира был признан воспитанник Васильевской школы Олимпийского резерва Роман Мукминов. Анатолий Еденич, Семен Воробьев. Новости дня. На этом у меня все. Эфир продолжит день с ОРТ. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Подарите ногам здоровье и легкость. Федеральная сеть клиник «Варикоза.нет» приглашает на консультацию флеболога с УЗИ ВЕН всего за 990 рублей. Записывайтесь. 486-487. 410-487.